Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим колясочку от немецкой компании Cybox. Моделька называется Talos S Lux. Это такая, наверное, средняя моделька среди колясок Cybox. Там есть Pream 4, есть Talos, есть Baleos S. Вот Baleos S и Talos это максимально близкие по характеристикам колясочки. Только Talos, он все-таки чуть больше, он немножечко дороже, совсем чуть-чуть. И все-таки чуть больше подходит для таких убитых дорог и для более холодного климата, нежели чем Baleos. Baleos тоже в смысле можно кататься и в лютую зиму, но чуть получше все-таки будет Talos. Благодаря своим колесам и такому лютому, скажем так, теплому закрытому прогулочному блоку. Это все мы, естественно, сейчас увидим. Ну и, соответственно, сделаем полный обзор этой колясочки для тех, кто не в курсе вообще, что это за колясочка. И вначале я назову вам, наверное, технические характеристики, такие базовые. Вот, и продолжим изучать. Напомню, немецкая компания Cybox, одна из самых, наверное, популярных в мире. Вот, производитель дает один год гарантии на свой бренд. Вес с люлькой здесь 14,4 килограмма. Это не из легких колясок. Этот приличный такой вес у колясочки есть. Ну и это же ей дает такой благородный, такой качественный, мягкий ход колясочки. Вес с прогулочным блоком здесь чуточку легче. 14 килограмм, 100 грамм. Наклон спинки в прогулке 110-170. Это мы увидим. Приблизительно до 5-4-5 лет можно эксплуатировать колясочку, так как выдерживает 22 килограмма вес ребенка. Ширина колесной базы здесь 61 сантиметр. То есть, вы в любой лифт зайдете, везде спокойно поместитесь. И здесь очень крутая размером люлька. 78 аж. 78 на 32, ширину 32. Здесь размер люльки. Люлька действительно здоровенная, просторная. Все хорошо. Тут, кстати, в комплектацию еще входит дождевик. Докупать его не придется. Вполне себе хорошо. Так, давайте будем изучать. Посмотрим на люльку. Люлька, друзья, здесь, как я и сказал, очень большая, просторная. Все как надо здесь выполнено. Хороший козырек, очень классные материалы. Можно вот здесь вот открыть. Если будет все-таки теплое время года, будете эксплуатировать. Можно проветрить. Все это на кнопочках фиксируется. Не на липучках, которые изнашиваются быстро, а на кнопочках. Есть такой дополнительный свес у козырька, чтобы закрывало получше. В накидке на ножки мы видим очень высокий бортик, который защищает у нас лучше ребеночка от плохой погоды. Все сделано здесь качественно. Все держится на кнопках, не на липучках, повторюсь. Кнопки это у нас такой, наверное, самый надежный способ крепления. Один из самых надежных. Вот такая вот накидочка. Вот реально с высоким бортиком. Все держится классно. Внахлёст закрывается, чтобы не поддувало. В общем, в этом плане все очень хорошо. Так, давайте заглянем с вами внутрь в люльку. Здесь прям вот, ну, очень все круто. Материалы очень качественные. Очень приятно тактильно все трогать. Есть таких в начале пару маленьких кармашечков для совсем какой-нибудь мелочи. И здесь у нас с пластикового основания перфорировано для лучшей вентиляции. Вот, с этим все очень хорошо. Матрасик мягенький, приятный. В общем, здесь все сделано максимально круто, друзья. И посмотрите размер. Ну, размер, ну, просто огонь. Вы, получается, в зимнем конверте, в комбинезончике пледик, чтобы у вас там не было, спокойно вы здесь это все разместите. Все. Так, и давайте посмотрим на люльку снизу. Есть ли у нее там ножички, чтобы вы могли ставить и не бояться, что тут что-то повредите. Прекрасно. Здесь четыре ножки с высоким таким профилем, скажем так. И спокойно ставим на поверхность и не боимся, что она запачкается или там порвется. В общем, все хорошо. А сейчас, друзья, поставим прогулочный блок, посмотрим на него. Тут вот, конечно, прогулка просто царская. Она, естественно, и по ходу ставится, и против хода движения устанавливается. Это, друзья, само собой даже не обсуждается. В комплект входит вот такая накидочка на ножки. Она тоже на кнопочках заворачивается за бампер. Внахлёст снизу вот так одевается. Так можно провернуть. И на вот этих кнопочках все зафиксировать. И смотрите, вот, допустим, ребенок лежит. Ба-бах! Здесь очень здоровенный козырек, просто гигантских размеров. И в отличие от Балиуса, у нас вот эта вот вся часть закрыта. Балиуса. Посмотрите, не так давно у меня был обзор на новый Балиус S на канале. Буквально несколько видео назад отмотайте. Можете посмотреть и, соответственно, поймете, в чем отличие прогулочных блоков. Вот это максимально заряженный прогулочный блок на любую погоду. Максимально все закрыто. В общем, как по мне, круто. Вот эта секция, друзья, здесь дополнительная. Можно ее, соответственно, вот так прибрать. Но так вообще никто не делает. Все пользуются максимальным большим козырьком. Все отлично. Здесь у нас есть смотровое окошечко с москиткой. Все это можно завернуть. Есть крепление специально, чтобы это все не болталось. Также у нас есть такое же снизу окошечко. В общем, хорошечно. Так, смотрим на те 170 градусов. Вот они наши 170 градусов. И давайте посадим, посмотрим на 110 градусов. 110 градусов, друзья, это практически капитанская посадка. И многие родители, на самом деле, любят, когда именно такого рода посадка сделана, чтобы ребенок сильно не был завален назад. В общем, все отлично. Что касается безопасности, друзья, пятиточные ремни. И что мне нравится, в современных колясках Cybox используется система автонатяжения. Ну, не автонатяжение ремня. А вы регулируете ремень с помощью ремня, так же, как в автомобильных креслах. Все у нас подвязано. Вот, смотрите, я нажал снизу кнопку, вытянул. Так же нужно отрегулировал. Здесь же я могу регулировать легко по высоте ремень. В общем, максимально упростили всю конструкцию, как в автомобильных креслах. И это, на самом деле, гениально. Как мне кажется, вот эти страдания в простой системе, обычной колясочной, ну, немножко не то. Я думаю, что скоро все на вот эту систему перейдут. Что хочу еще обратить внимание, друзья, очень высокая спинка под очень высоких детей. Здесь все очень хорошо подходит. Здесь у нас матрасик полностью дышащий, чтобы летом было комфортнее ребенку. Мягенький матрасик снизу, подножечка, ступенечка, чтобы залазить ребенок мог. Здесь, соответственно, тоже все хорошо. И продолжаем про безопасность. Здесь у нас установлен бампер, который, как калидочка, откидывается. Он выполнен в эко-коже, с качественной прострочкой. Все дорого-богато, друзья. Коляска это не дешевая. Это практически премиум сегмент. Вот если вам на прям четвертый не хватило, или не хотите платить столько, вот, пожалуйста, вам очень крутая альтернатива. Вы получите максимально похожее все на прям. Даже немножечко получше. Вот в прогулочный блок попрактичнее. Не такой модный, конечно, но, друзья, он для ребенка максимально хорош. Посмотрите, красота. Так, что касается ручки, друзья. Здесь у нас телескопическая система регулируется вот таким образом. Это хорошо, потому что при высоком росте, если бы она просто наклонялась, вы на одинаковом расстоянии от коляски находитесь. И при ходьбе можете пинать раму. Когда телескопическая система, мы поднимаем выше, мы отодвигаемся дальше от коляски и никаким образом не пинаем мы никаким образом раму. Здесь, видите, перекладина снизу. Ее можно все-таки зацепить при быстрой ходьбе. А давайте как раз и посмотрим, друзья, что у нас здесь снизу. Вот как раз-таки отличие. Это более злые колеса стоят, более крупные колеса. Они больше в диаметре, они шире, протектор более ярко выраженный здесь на резине. И получается, вот благодаря этому у нас увеличена проходимость. Колеса у нас фиксируются передней и в положении, как сейчас мы видим. И развернем. Так фиксируется. Если нам нужно, мы можем вот так зафиксировать. И колясочка у нас становится более длиннобазной. И на вот таких вот волнообразной неровности она едет комфортнее, когда так заблокирована. И регулировка тормоза всегда под дошвой. Оба раза сверху нажимаем и не портим свою обувь. Все четенько, друзья. Что касается багажника. Багажник здесь шикарный. У него отличный доступ и с этой стороны, и спереди легко туда добираться. В общем, все хорошо. Что касается амортизации, друзья, видите, здесь установлены новые амортизаторы. И колясочка едет приятно, мягенько спереди. Тоже антишок все стоит. Поэтому по ходовой части здесь прям все очень-очень хорошо. Едет она приятно, дорого. Вот. И по ходовым характеристикам у меня к коляске ноль вопросов. Так, друзья, давайте я попробую ее сложить. И чтобы ее сложить, нам нужно откинуть вот так вот всю конструкцию вперед. Дальше у нас здесь есть рычажочек и снизу кнопка. Оттягиваем влево, нажимаем кнопку и толкаем вниз. Когда мы толкаем, здесь внутри кнопки, которые срабатывают, и колясочка поехала вниз. Вот, собственно, вот такая крупная, большая колясочка может у нас складываться вместе с прогулочным блоком. Как по мне, очень достойно. Да, она не маленькая ни разу, друзья, но она и не претендует на это. Это такой лютый всесезонник, вседорожник, даже внедорожник я бы его назвал. Вот. Поэтому то, что она уже может складываться вместе с блоком, это круто, друзья. Приятный бонус. Так, собственно, все, друзья. Все, что хотел рассказать, я рассказал. Как по мне, очень достойный вариант. Хорошая альтернатива старшей модели Cybex U-Priam U-Priam U-Priam. Там вы больше платите за модный такой аксессуар. Больше уже такое фэшн направление, скажем так. Технически, прям очень хорош, вообще никто не спорит. Но технически именно, и эта моделька вас устроит на 100%, как и в Priam. Даже чуточку помягче, по моим личным ощущениям, эта колясочка, нежели чем старший ее брат. Поэтому вполне себе можно рассмотреть. Очень ликвидные на колясочке Cybex на вторичном рынке. Легко уходят, меньше теряют в цене. Это такая вот, знаете, с точки зрения бизнеса, очень интересный вариант. А, соответственно, почему бы ее не рассмотреть? Вы можете приехать в сеть Первая коляска, посмотреть, пощупать. И, соответственно, уже убедиться в моих словах, друзья. Колясочка отличная за свой бюджет. Бюджет немалый, но она стоит каждого рубля. Вот, собственно, и все. Остались вопросы, пишите в комментариях, я на все отвечу. А вам хочу, пожалуйста, сделать грамотный выбор колясочки. И всего доброго, до свидания.